друзья здравствуйте с вами эти кухня и вот мы от амик от каких-то древних компьютеров к новым маком вы все уже прочитали каш название этого ролика так что секрета нету я купил 16-дюймовый macbook pro после того как посмотрел презентацию apple где они представили свой этот новый м1 процессор и компьютеры на нем и мои соображения следующий отличный процессор отличная идея давно нужно было делать конечно телефоны сильно очень развились все эти мобильные технологии сильно очень развились чипы стали мощные если их чуть-чуть еще усилить совершенно точно они будут гораздо мощнее и эффективнее и прогрессивнее как угодно чем чипы компьютерные тем более ноутбучные тем более архитектуры x86 которая но откровенно говоря уже довольно так сильно застоялась и в этом плане нет мне никаких к ним вопросов единственно что они просто не представили старшие компьютеры на арм чипе это раз-два совершенно понятно что у них будет переход на новые этот на новые чипы дано арм на чипы на арм архитектуре они будут только два года переходить на них явно совершенно поддерживать они будут еще там не знаю лет пять соответственно ну ладно 5 это может быть с запасом сказал да ну еще два точно они года будут их поддерживать потому что там люди будут покупать еще явно компьютере на интеле в течение этих двух лет соответственно насколько там трехгодичный у них примерно цикл да ну получается что от этого момента еще лет пять беды никакой с маками на intel не будет а вот если сейчас купить маг ну или когда он станет доступен на на следующей неделе до купить маг на м1 этом чипе совершенно точно что софта будет очень мало который будет работать нету даже там не photoshop ничего соответственно невозможно будет явно совершенно пользоваться не буткампом не вай нам дак и приложение которые с windows запускаются в среде на макосе и так далее совершенно точно что совместимость с писи ну ну пропадет до вряд ли будут поддерживать до том что то не розетта 2 говорят что будет там поддержка но явно маковских приложений я не уверен если через эту штуку представляете еще запустить вайн как бы и там в нем еще среда и там еще windows приложения что-то мне подсказывает все это будет очень плохо работать поэтому совершенно спокойно купил 16 димой магу про и купил в первую очередь того что у меня мой моя пятнашка просто у нас на севере там испании был чуть какая-то гроза или что-то когда был перебой напряжения у меня выгорело два чипа и сгорела батарея у макбука удалось все восстановить но как-то стрёмно таким компьютером пользоваться теперь долгосрочной перспективе вот купил новый комп потому что были скидки у нас сейчас начинаются уже black friday удалось его взять там на 300 там по-моему даже чем-то дешевле евро давайте открывать fumac это сеть магазинов испанская не только электроника продаются там книжки игрушки они продают такие большие магазины вообще вообще в испании именно майки представляют катуин магазин есть такой они официальный дилер значит насколько официальный дилер fumac ну тоже может быть просто них там все вместе они не специализированы как бы на маках так вот они их пакуют и тут уже коробочка поменьше у нас но тоже такая техническая хопа хопа собрано в китае пока никаких технических деталей здесь нету режем это транспортировочная тоже явно коробка никак она с apple не связано можно и не бояться резать а вот внутри я уже вижу что коробочка настоящая mac бучная бабах несмотря на то что компьютер большой 16 дюймовый смотрите какая маленькая элегантная коробочка apple красавцы конечно коробочка у них все меньше но качество упаковки хуже не становится смотрите как сделано специально в дырочках наверное чтобы легко было это все дело рвать могу продаж 16 дюймов тут написано смотрите я взял младшую модель с i7 не видно здесь что это семьи не написано но а вот i7 да но суть в чем что у меня пятнашка было все равно а 7 4 ядерная а здесь осень 6 ядерный то есть он явно значительно мощнее чем у моей пятнашки был плюс к тому конечно круто что в apple наконец клавиатуру сделали нормальную экран сделали побольше в общем они все лучше сделали если смотреть вот так вот обзорчиков блогеров все очень хвалят этот компьютер наверное больше вопрос только к весу и к размеру сейчас мы сравним новый старый потому что вроде как он два килограмма весит это многовато по моему но посмотрим смотрите тут язычок нож наверное нам больше не понадобится тянем за язычок хоп весь пластик элегантно отходит коробка конечно как у большого айфона так по ощущениям хоп сам компьютер смотрите какие толстые стенки коробки здесь тоже все крепко чтобы при транспортировке никак это все не пострадало слушайте на вид вот так вот если без сравнения смотреть как будто точно такой же он размеру так здесь еще один язычок вынимаем компьютер на вес ощущается он тяжелее сто процентов сразу снимаем все эти плоские блестяшки тадам компьютер я взял специально в темном варианте по приколу чтобы была какая-то разница хотя бы даже сразу визуальная грани по-прежнему острые как у пятнашки тут они ничего не меняли практически нигде не видно пластика только здесь чуть-чуть видно вот тут вот наверное это какая-нибудь антенна вай фай на вид в принципе он точно такой же как пятнашка вот так вот по дизайну по всему чуть-чуть тяжелее как будто бы ну очевидно совершенно красивая здесь вот это вот бумажка и плоская и сразу же компьютер оживает как только мы его открываем шикарно молодцы apple первое сразу что бросается в глаза что отдельная кнопочка escape как и стоило бы сделать и отдельная кнопочка включения что тоже в общем логично в остальном комп выглядит абсолютно также как также как пятнашка вот и в общем то сейчас мы быстро его может даже мы не будем его включать это же распаковка чем это будем я уже потом все это сделаю короче ребята вот так вот он как пятнашка у меня испанская клавиатура такая вот хитрая с буквой не давайте его зак закроем пока он не начал захватывать мир не выключается продолжается она разговаривать давайте сравним его по-быстрому с пятнашкой да вот мой четырехлетний macbook pro 15 дюймов сравним тоже размеры слушайте но мы видим да очень он по размеру похож чуть-чуть он побольше чуть-чуть и по толщине тоже по толщине по вообще такой же не ощутимо разница и должен быть экран пропорционально относительно компьютера самого должен быть конечно 16 дюймового больше сейчас он меняет это живет батарея ну вот видно здесь рамочку короче здесь края больше здесь вот эти поля меньше короче визуально как будто бы компьютер точно такой же только сделали получше вот так вот как собственно все по сути и и говорили можно только согласиться с ютюберами вы можете задавать мне вопросы и как-то по эксплуатации и так далее то что я перехожу полностью на этот комп и смогу них ответить я очевидно я сниму видео через полгода полгода с тем компьютером ну заодно вернемся я думаю комплектации так просто глянем что здесь есть красивый юсбиси зарядочка должна быть где-то тут так здесь у нас бумажки ладно должны быть яблочки красивые смотрите темные яблочки не ни разу кстати их ни на что не клеил надо будет это поправить но не очень непонятно что наклеить слушайте зарядочка конечно очевидно должна быть мощнее чем у пятнашки в то что здесь она 100 ватт но габариты точь-в-точь вообще вот и больше здесь ничего и нет да в общем то ничего и не надо ребят вот такое вот видео распаковка коротенькая с вами была эти кухня подписывайтесь наши социальные сети подписывать наш канал всем счастливо